Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Это видео с моего нового аккаунта, сейчас побомбим здесь немного. Подготовил тут героев для крафта, сейчас вам покажу вообще что здесь происходит. Итак, смотрите, я комата купил из сундука, как раз таки для того, чтобы его прокачать. У меня здесь уже все заготовлено. Бомбим его на 9 звезд. Я прям очень доволен на самом деле, потому что я думал, что будет проблема найти третью копию, но все получилось довольно таки круто. Я кстати заметил такую тенденцию, что когда героя дают подряд на нескольких ивентах, его в ближайшее время апают, то есть усиляют. И у меня такое подозрение, что комата могут усилить, потому что его второй или третий ивент подряд дают. Я его до этого покупал в магазине, здесь в сундуке его взял. В общем, как-то частенько его дают. Также на вейсу подготовил корм. 8 звездочная вейса теперь. Я, кстати, в первую очередь хочу вейсу прокачать, потому что она мне башню, точнее, фу, не башню, а яму проходит. Смотрите. Значит, я тут проходил яму, у меня 93 уровень. Это я с нулевого, ну, с первого проходил. То есть с первого по 93 я прошел вейса, можно сказать. И слил вейсу на зироках. Или не на зироках, я уже не помню. В общем, следующую яму я 100% прохожу до следующей сложности. Там прилетит очень много золота за достижение в прохождении ямы. Давайте посмотрим, сколько дадут, а то я уже не помню. Да, вот, 40 миллионов дадут по золоту. Довольно-таки приятно. Итак, полетели в башню. У меня предыдущий этаж был с айсблинками. Я его в тот же день, как записал видео предыдущее, прошел. Этаж реально жесткий, на нем очень многие остопорятся. И также мне писали, точнее, не мне писали, а многие говорят о том, что после этого этажа там сразу идут айданы, которые всех взрывают. Сейчас посмотрим, что там за айданы. Надеюсь, с ними проблем не будет. Поехали искать айданов. За это время команду я свою очень серьезно усилил. То есть у меня там по звездам все выросли, по камням также. Поэтому сейчас все должно быть пожирнее. Единственное, что я до смога так и не прокачал на 8 звезд. Но мне там немного корма не хватает. И также я не хочу спешить, чтобы следующий герой к Мираклу попытаться выполнить. Может быть не весь, но герои в свето и тьмы у меня заготовлены. Из героек Миракла я как минимум получу 10 рбов за свет тьму. Что довольно-таки круто. Вот у нас айданы, кстати. Вейса 5 миллионов садила. Кстати, Вейса так много нанесла урона, потому что у нее как раз таки артефакт на магов одет. Который раньше на досмоге был. Да ладно. Капец. Сейчас вообще все очень круто получилось, но я не смог отхилиться. Мне, кстати, очень сильно не везет на камень на Белрэйн. На Белрэйн одет камень на здоровье. И я ей не могу никак наролить на атаку, чтобы она нормально уже отхиливала команду. Я ей уже вкачал оранжевый камень на одну звезду. Точно так же, как на Вейса. Но вот атаку свалить не могу, к сожалению. Да, этаж, конечно, жесткий. Возможно, мы его даже сейчас и не пройдем. Какой-то прям лютый урон залетает на самом деле. Я не ожидал. Там у Камуса, у Камата уже под миллион здоровья. И они так выносят. Это жесть. Тут бы помогла какая-то Мишель. Или же Бессонный. Чтобы после смерти моей команды он просто воскресился, да и все. О, сейчас, кстати... Да, все, отлично. Отлично. Калькулейтед, как говорится. Офигеть, смотрите. 9 миллионов Вейсов садило. Довольно-таки жестко. Круть. Просто круть. Едем далее. У меня почти у всей команды такие навыки, которые по всем почти бьют. Не, оно так выглядит. Просто все взрывается. Кишки в разные стороны разлетаются. Здесь досмог уже тащит. О, 5 арбов. Этаж, кстати, не такой уж и простой. Не факт, что мы его и пройдем сейчас. А не. На самом деле я не ожидал, что такой урон залетит. Там прям шкваркнуло нормально. Состав мой пока мне нравится. У меня вот в составе все герои работают, все энергии. 7,5 миллионов урона до смога. Эх, обидно, конечно, что артефакт хороший не выпал с сундуков. Так бы вообще было круто. Я как минимум двух людей знаю, которым упал топовый артефакт на демонов. Вот это кольцо, которое на поглощение и здоровье топовое. Ну, мы здесь хоть и проиграли, но у меня очень много героев стояло в контроле. Я думаю, что этот этаж, в принципе, проходимый. Плохо же. Вот Вейса стояла в стане. То есть Вейса не дала скилл и получается, что... Давай, контроль ее. Отлично. Хоть и не законтролил. Смотрите, Вейса даже удара не дала. То есть обычную атаку только активный навык не успела. И все равно прошли. Если раньше очень многие остопорились на Маргаритах, а Айданов довольно-таки просто проходили, то сейчас Айданы прям вообще какие-то лютые. Я на самом деле сам не ожидал, что они такие жесткие. Я еле прошел их. То есть это такое, как порог, знаете. Если у вас команда прям супер слабая, или вы там качаете одного героя, ну у вас как минимум один герой должен быть прям супер жирный по звездам. То есть очень много здоровья должно быть, чтобы переживать вообще весь урон этот Айданов, который залетает. То есть со слабой командой вы их никак не пройдете. Жаль, Эмили не просадили. Вейсы, кстати, может быть еще и затащат. Нет. Там плохо получилось на самом деле. Нужно, чтобы Эмили просадили в первом слоте до половины здоровья. Смотрим. Они как-то мало урона наносят ей. Да, бури нормально так разрывают. Давайте я куплю еще там две штучки, попробуем. Я не понимаю, эти рыцари станут задний ряд, потому что я, если честно, не особо помню их навыки, потому что это, в принципе, кормовой герой. Но я точно знаю, что они станут очень хорошо. О, сейчас хороший контроль, кстати. Можем выиграть. Да, все, должны пройти. Эти рыцари, они, в принципе, урон не наносят. Ну, они, конечно, капец жирные. Отлично. У меня, кстати, кому интересно, вот 656 тысяч сила. Да, видите, у меня сейчас уже видно, что Досмог довольно-таки быстро отлетает, потому что он уже отстает по звездам. Если до этого я делал каждый ивент орбов и, получается, поднимал его на одну звезду выше. Тем самым, он становился жирнее. То есть, на этом орбов ивенте я его не апнул на 8 звезд. Мне там прям чуть-чуть не хватает. Продолжение следует... Продолжение следует... Блин. Ну, на самом-то деле, проходимый этаж. Если бы вы могли заметить, что там просто команд не контролит задних осмодов. Если он законтролит задних осмодов, то мы сможем что-то сделать. О, сейчас одного хотя бы законтролил. Но его надо успеть убить. Если мы его не убьем, то он убьет нас. Ну, тут, в принципе, там криты хорошие прошли. Капец, там увейся за хил. Живи, блин. На таких этажах, на героях, у которых весь урон, можно сказать, зависит от критов. То есть, если осмод не критует, то он, в принципе, не наносит урона. Да, видите, там просто криты залетают, просто как ядерные бомбы. Давайте еще. Потому что я вижу, в принципе, что этот этаж проходимый. Эх, не просадили Эмили как нужно сразу. Нет, жесть. На данной стадии этот этаж, он проходимый, но он очень сильно зависит от рандома и от контроля. То есть, если я хорошо законтролил осмодов, или же у них просто не прокнут криты, тогда я прохожу этот этаж. Кстати, вот сейчас пройдем. Все. Тут уже видно, что мы пройдем. Как я и сказал, хороший контроль и все. Сразу проходим. Отлично. Опа-на. 411 этаж. А из блинки добрый вечер. Ну, это те же грабли. Я так понимаю, что этих мы уже точно не пройдем. Здесь нужно будет уже вне видео их мусолить. Хотя, мы проходим. Друзья, с первого раза. Жестко, жестко. Летим. Кстати, помните тот ивент, на котором в сундуке продавали банку, то вот артефакт оранжевый банку с энергией? Я вот ее до сих пор не прокачал. Она на крусе сейчас, но она еще 50 энергии не дает, чтобы он с первого раунда мог ультануть. Когда я ее докачаю, там уже это скоро будет. Команда очень сильно вырастет по силе. Круз будет начинать с активного навыка. Активным навыком он сразу зарядит еще какого-то героя на полную энергию. И второй герой также ультанет. Поэтому там будет очень все круто. Блин, жаль, до смога не зарядили там на полную энергию. Он бы еще раз ультанул. Ладно, последний раз пробуем на вортов. В принципе, тоже рандомный этаж. Мне кто-то писал, что видел видео, как один чувак проходил вортов какой-то слабой командой. И ворты ни разу по нему там не нанесли стан. Ну, может быть, раз нанесли, может быть, он приукрасил. Но факт в том, что он прошел какой-то прям суперслабой командой. То есть его там почти не станели. Конечно, забавно. Давайте посмотрим, кто здесь вообще проходит. Ну, вот, к примеру, 104 уровень. Самый минимальный, да? Ну, да, здесь видно. Человек ни разу не донатил в игру. 11-ти звездочная валькирия. Валька этот этаж в соло проходит. Он мог не ставить даже вот этих героев. Просто одну вальку влепить. Ладно, ждем апа до смога и Беорейн. Это, скорее всего, будет уже на героях Миракле. До этого я не буду тратить героев Света и Тьмы. Всем спасибо за просмотр и хороших выходных. Поддерживайте это видео лайкосами. Подписывайтесь на канал. И пишите ваши вопросы в комментариях, если и таковые есть. До скорых встреч в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!